Субтитры создавал DimaTorzok С Днём Ангела, дорогие именинники! Часто, очень часто, к счастью, мы рассказываем о святых семействах, когда святостью сияет не один человек, но и его родственники. К примеру, семья Василия Великого. Мама Эмилия Святая, бабушка и сестра Макрина, брат Василий Григорий Низкий и много других святых людей вышли, выросли из этого корня, из одного семейства. Сегодня мы тоже расскажем об одной семье святых, где речь идёт не об отце и сыновьях, не о матери и дочерях, скажем, а речь идёт о бабушке и внуках. Вот таких историй уже меньше, хотя странно, почему меньше? Ведь бабушки в основном занимаются воспитанием. Так уж Богом заведено, что родители, рожая детей, ещё не имеют достаточного опыта, и потом уже, постепенно набираясь как раз от этого житейских навыков различных, уже к старости своей, к внучатам уже, подходят полностью с любящим сердцем и с умелыми руками. И бабушки нас больше всего как раз и воспитывают. Сегодня церковь совершает память святой мученицы Леонилы и трёх её внуков, имена, которые для нашего слуха сложны и непривычны. Это Спевсиб, Элевсиб и Мелевсиб. Окончание этих имён Ип означает конь, так как в слове Филипп, скажем, или в слове Ипподром. Бабушка же в переводе её имя Леонил означает львиная или львица. Они уверовали во Христа, трое этих юношей, как раз по проповеди своей бабушки. Та же была научена вере одним из учеников святого Поликарпа Смирнского. Глубоко приняв в сердце слова о Христе, они возгорели с ревностью и разбили идолов, стоявших на площади города, в котором они жили, за что были привлечены по тогдашним законам к суду и были казнены. Бабушка молилась о них и просила их, чтобы они мужественно дотерпели казнь до конца, после чего и сама она была за Христа усечена мечом. Некая женщина по имени Леонила смотрела на их страдания и тоже уверовала во Христа. Её привязали за волосы к дыбе и скололи мечами, после чего отсекли голову. Её страдания наблюдали ещё двое зрителей, которые тоже, видя её терпения, приняли христианскую веру. Имена этих мучеников, как пишут книги, наиболее почитаются в Испании. Где им воздвигаются многие храмы. Повторяю, что имя Леонила означает «львиная» или «львица». Вот эта женщина преклонных лет именно и была подобна льву в отношении веры, в отношении Христа она была и сильна, и тверда, и ревностна, и благородна. Мы и вам желаем, дорогие братья и сестры, чтобы эти благородные черты, такие добрые черты львиного царственного характера, были также и у вас. Привычное к нашему слуху имя Пётр мы сегодня также встречаем в святцах, а значит, Пётр сегодня тоже именинник. С днём ангела, дорогие именинники! Радуйтесь, имена ваши написаны на небесах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин